МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первозданная красота Средиземноморья, в которую аккуратно вписана одна из самых масштабных атомных стройок в мире. Это Акую. Самый крупный проект в истории российско-турецких отношений. Работа вышла на тот этап, когда, очевидно, это не просто большая стройка. Здесь уже узнаваемы черты будущей атомной электростанции. Первый бетон для атомщика – это одновременно и праздник, и начало долгого пути, полного огромного труда и множества ответственных решений. На Акую теперь официально идет возведение сразу четырех энергоблоков. Ядерной стройки масштабнее в мире нет. В сводках МАГАТЭ первая в Турции атомная электростанция сейчас обозначена как строящийся объект. Росатом возводит Акую по графику, что бы ни происходило. А значит, в будущем году, когда турецкий народ будет отмечать столетие республики, на первом энергоблоке закончат строительные и монтажные работы. Сюда завезут ядерное топливо. И Турция по праву войдет в мировой пол участников Мирного атомного клуба. Мы в сроках. Как бы сложно ни было. И пандемия, и ограничения, которые последние месяцы принимаются, я бы сказал, достаточно судорожно и разрозненно, и в банковской, и в технологической сфере. Все это на самом деле нас не останавливает. Все наши российские ядерные технологии не находятся в зоне рисков. Это наши, сугубо российские, независимые от импорта, от каких-то ограничений поставки. АЭС АКУЮ – это уникальный пример того, как человек может компактно вписать сложный высокотехнологичный объект в ограниченный ландшафт. Для того, чтобы построить насосные станции, нужно было частично засыпать акваторию. Использовали миллионы тонн грунта. И строители даже шутят. Так территория Турецкой Республики увеличилась на несколько десятков метров. Насосные станции, которые будут перегонять морскую воду для охлаждения реактора, – совместная разработка российских и турецких инженеров. Фундамент каждой из четырех станций залегает на глубину 16 метров. Специалисты сумели решить сложнейшую задачу. Сделали так, чтобы подземная часть станции выдержала силу морской стихии. Мы видим перед собой Средиземное море. Большое давление морской воды мы сдерживаем при помощи опорной системы грунта. Опорная система грунта представляет из себя бетонные диафрагмы толщиной 1 метр, которые крепятся при помощи высокомощных анкерных тяжей, которые установлены в три ряда, в каждом ряду по 128 штук. Весь комплекс береговых гидротехнических сооружений, разработанных для АКУЮ, по сложности и вложенным силам можно сравнить со строительством полноценной гидроэлектростанции. До конца этого года реакторное здание первого энергоблока накроют куполом. Его установят с помощью самого большого крана в мире. Таких на свете всего пять. И два из них на стройплощадке АКУЮ. С пятого уровня внешней защитной оболочки. Хорошо видны основные элементы конструкции энергоблока. В центре уже установлен реактор. Также хорошо видны площадки под парогенераторы и циркуляционные насосы. Будто артерии. Все это оборудование соединяет ГЦТ – главный циркуляционный трубопровод. Огромная конструкция общей длиной 160 метров. 28 стыков трубопровода соединяли лучшие сварщики. На аналогичных трубах толщиной 70 миллиметров они несколько месяцев тренировались на предприятии в Ленинградской области. На работу уже непосредственно на энергоблоке ушло 68 дней. Это немного. Обычно на такую сложную операцию уходит 75 дней. На сварку ГЦТ направили специалистов, прошедших аттестацию. Ведь шанса на ошибку у них не было. Каждый из этих швов должен прослужить 60 лет. Это весь срок службы станции. Монтаж ГЦТ – одно из ключевых технологических событий на АКУЮ в 2022-м. Этот этап открывает путь к проливу на открытый реактор. Это проверка трубопровода на проходимость, которая заканчивает основные строительные и монтажные работы на первом энергоблоке. Мы бессиленной водой начинаем промывку трубопроводов на заемах на чистоту. И также параллельно обкатывается оборудование в системе безопасности. И после этого начинаем сборку реактора. Одно из ключевых логистических событий этого года также связано с первым энергоблоком. Из Сызрани по воде сюда доставили полярный кран. Машина весит более 90 тонн, а длина ее пролетов – 42 метра. На одну только выгрузку ушел целый день. Полярный кран способен поднять 400 тонн и незаменим на всех жизненных циклах. Например, на этапе строительства с его помощью будут собирать атомный реактор. После передачи в эксплуатацию этим краном будут выполняться работы на планово-предупредительных ремонтах. Также непосредственно с реактором. И одна из особых его задач – это перегрузка топлива ядерного с транспортного пути. Для того, чтобы стройка на Акую вовремя получала оборудование, в его производстве заняты многие предприятия российской атомной промышленности. Пока в Турции запускали строительство четвертого энергоблока, на Атомаше в Волгодонске завершили изготовление днища для корпуса будущего четвертого реактора. Четыре самых современных и безопасных реактора – ВВР-1200 – смогут дать растущей турецкой экономике 35 миллиардов киловатт-часов в год. 10% от потребностей страны хватит всему Стамбулу. Атомные станции важны технологии. И вот здесь, конечно, все прорывные технологии наших инженеров, атомщиков, наших конструкторов, реакторные остановки и так далее. Люди, которые работали на первом блоке, турецкие строители в первую очередь, они набирались опыта. Им было не очень понятно, что такое требование к атомным стройкам, потому что это все-таки, они строят промышленные объекты, но такого масштаба этого никогда не было. Станцию строят в провинции Мерсин. Регион традиционно сельскохозяйственный. Российско-турецкий атомный проект преображает в Средиземноморское побережье настолько, что иначе как прорывом это не назвать. Молодежь не стремится переезжать из родной провинции. Наоборот, сюда хотят приехать многие. Район строительства АЭС развивается. Новые дороги и тоннели уже становятся привычным для этих мест элементом пейзажа. Район Ташуджу находится примерно в 40 километрах от стройки. И до старта проекта Акую это был небольшой поселок. Но сейчас от них только россиян здесь живет больше 10 тысяч. И местный бизнес под гостей подстраивается. В этой лавке продают кофе, чай и сладости. Россиян сюда приходит много. И для удобства тех, кто пока не выучил турецкий, название на ценниках продублировали на русском. Бизнес идет настолько хорошо, что в соседнем квартале предприниматели открыли второй магазин. Россияне любят все наши продукты, но особенно много покупают сухофрукты и лукум. Наш бизнес в последние годы очень развивается. У наших соседей тоже. Для детей российских сотрудников, приехавших строить Акую, в регионе открыты школы и детские сады. Взрослые делятся советами о том, как наладить быт в Турции. В многочисленных группах в мессенджерах формируется целое сообщество. Юрий и Анастасия, хоть и прожили большую часть жизни в непосредственной близости к Смоленской АЭС в Десногорске, в атомную промышленность пришли только два года назад из нефтегазовой сферы. К тому моменту на площадке Акую уже работал брат Юрия, и он посоветовал близким отправить резюме. Появилась мысль, стоит попробовать свои силы в атомном строительстве. Захотелось расширить свой кругозор, поучаствовать в международном строительстве, международной стройке, приобщиться, так сказать, посмотреть, что это такое на самом деле. Первым в Турцию прилетел Юрий. Его приняли на должность эксперта проектно-технической документации. И уже спустя месяц в Ташуджу приехали супруга и дети Даша и Дима. Человек, привыкший к переездам, сыграла роль детства в семье военного. Анастасия рада, что и на Акую ее карьера специалиста по пусконаладочным работам продолжится. Учение, какой-то опыт. Вроде ты возраст, ну как возраст, у нас такой относительно 40 лет. Ну и то, как бы учишься, что-то познаешь, потому что атмосфера совершенно другая, как бы объекты совершенно другие. Первое поколение турецких атомщиков также готовят в России. Число выпускников, которые отучились в ядерных вузах Москвы и Петербурга по целевой программе, уже стремится к 300. Всего же в МИФИ и Петербургском политехе подготовят для Акую более 600 турецких специалистов, которые будут работать на АЭС на атомных и неатомных специальностях. ЕСИН участвует в строительстве первой для своей страны атомной станции уже третий год. И уверен, это только первые этапы развития новой для республики отрасли, значение которой со временем будет только увеличиваться. В перспективах своей карьеры ЕСИН также не сомневается. В Россию летает часто, учится. Считает, чем выше квалификация, тем больше возможностей. Каждый работник должен проверять свои знания периодически. Раз в год у кого-то, раз в два года, раз в три года. Ну, зависит от направления человека. Поэтому для безопасности, в первую очередь, процесс обучения продолжается до конца жизни. Очень сложная наука на непонятном языке, вспоминает первый подготовительный год учебы в России Харун. Он с теплом рассказывает о преподавателях, которые помогали не только освоиться в новых условиях, но еще знакомили студентов с культурой, а Харуну даже научили кататься на коньках. Важным опытом стала и практика на Нововоронежской АЭС. Для Акую это референтная станция. Там выпускник МИФИ работал под руководством человека, которого теперь считает своим ориентиром. Меня на самом деле шокировал. Там стальные нервы начальника смены блока. Инженер, знающий свою тематику, свою работу, имеет стальные нервы и не колеблется никак. Прямо стоит, как скульптура, скажем так. Молодые турецкие специалисты, которые отучились в России, уверены, важно не только то, что они смогли получить перспективную профессию и устроились на хорошую работу. Быть первым поколением атомщиков в своей стране – это большая ответственность. И в то же время гордость за то, что ты лично вкладываешься в развитие государства. Чем ближе момент, когда электроэнергия побежит по проводам от Акую к турецким домам и предприятиям, тем активнее ведутся разговоры о том, что Россия может подключиться к реализации еще одного проекта – строительства АЭС в Синопе на Черном море. В Росатоме подтверждают, переговоры об участии в строительстве уже идут, а темпы, с которыми возводится первая в Турции атомная станция, говорят сами за себя. В новом проекте участие российских атомщиков – вполне реальная перспектива продолжения сотрудничества в атомной сфере.